Сергей Меликов провел прием граждан по поручению президента страны. На встрече присутствовали и руководители профильных министерств, главы городов и районов для точечной проработки всех вопросов. Отсутствие необходимой инфраструктуры, ужасное состояние дорожной сети, аварийные дома и школы обо всех проблемах дали в материале. Эльвира Наврузбекова верхнюю одежду дома не снимает. Отопление в доме на газе, а его нет. В Кайтакский район семья переехала недавно. Вскоре появилась малышка, а муж Эльвиры отправился на спецоперацию. Девушка обращалась в газовую службу, но безрезультатно. Оборудование советуют купить за свой счет. Да и рабочих бригад не хватает. Обратились вместе с мужем в газовую службу в республике Дагестан, селение Мачалейс. На что нам ответили, что бригады нет, газ ставить некому. Что люди сидят дома, получают зарплату и газ не поставят. Так что можете обращаться, жаловаться. В отчаянии Эльвира обратилась напрямую к президенту страны. Тот направил обращение к руководству региона. Сергей Меликов выслушал проблему. К началу зимы в доме будет тепло. Средства на газовое оборудование Эльвире выделят из республиканского фонда «Мы вместе». Все закупить, закупить котен, закупить плиту, закупить все остальные истории, а их бригада все это устанавливает. Среди мы что-то сделали. Понятно, фондом восходят. И на 30-е число прям доклад не обеспечен. Этот мост делит поселок Сулак на две части. По разным сторонам оказываются школа, больница и жилые дома. Проехать по мосту едва может легковая машина. Старые сваи не выдержат тяжелый вес. Боятся по нему ходить и люди от порывов ветра. Конструкция раскачивается. Жители рискуют свалиться в реку. Вот у нас стоит скорая помощь здесь. Вы знаете, если машина стоит на этой стороне, вызов с той стороны. Она вынуждена ездить в обход через пост туда. Там дороги какие еще, причем осень не наступила. Там очень кошмарные дороги. Пока не дают до вызова, это задержка минут 15-20. Только объехать им нужно, чтобы доехать туда. На строительство у нас точно нет никаких ни средств, ни сил. Поэтому вопрос только может решить, наверное, все-таки республиканская инвестиционная программа. Сергей Меликов пообщался с активом села. Отметил, новый мост у них обязательно будет. Однако на его строительство уйдут большие средства и время. А пока предложил альтернативу. Вам на выбор подрядчика и так далее, до 1 июня давайте вы этот мост сделаете. А вы тогда прорабатываете вопрос для включения, опять же, передачи этих земельных участков и для планирования средств вот этого миллиарда на ремонт этого места. А вот для Кавгоратка Штемировой жизнь в многоэтажном доме превратилась в испытание. С дочерью-инвалидом женщина не может выйти даже на прогулку во двор. Живёт на седьмом этаже, а лифта в доме нет. Сергей Меликов дал два месяца на установку оборудования. Поэтому два месяца никаких оговорок. Что хотите, то и делайте. Говорили на приёме и о социальной сфере. Она на особом контроле Сергея Меликова. На адресные обращения граждан службы ЖКХ должны реагировать особенно быстро. Тем более, когда ответа люди не могут добиться десятки лет. А вы должны по таким обращениям конкретно человеку объяснять, что получив вашу жалобу, мы направляем туда комиссию, которая с вами встретится, рассмотрит это заявление, даст вам подробный ответ. А это называется отписка. Это отписка называется. Вы привыкли этими отписками сидеть на одном месте и радоваться, что вы занимаете должность. А вы должность занимаете не для того, чтобы деньги получать, а для того, чтобы им помогать. Обратились к главе Дагестана и жители Хасавюрта. Аварийную школу там снесли ещё в 2020-м. А новую до сих пор не начали строить. А в селе Гигатли-Урух жилые дома рискуют рухнуть в реку. Нужно укреплять берега Гигатлинки и Андийского кайсу. Руководитель региона пояснил. Об обеих проблемах чиновники знают. Проектные решения по ним уже составлены. Строительство включено в бюджет на будущий год. К тому же Сергей Меликов обещал лично выехать на объекты для инспектирования строительных работ. Любава Маслова, Махарбека Мареев, Рамазан Амаров, Юсуп Газиамаров. Время новостей.